И снова всем привет, с вами Литорн, мы продолжаем прохождение игры Max Payne. Как вы помните, в прошлой серии мы убили с вами одного, точнее нашли информацию об одном из персонажей. Субтитры создавал DimaTorzok Да уж, Max Payne ведет войну со своими бывшими партнерами. На столе лежал дневник проститутки. Он принадлежал какой-то кэндидон. Содержание заставило бы покраснеть и копа. Опять поговорила со старой ведьмой. Отправила ей последнюю кассету с одноглазым Альфредом. Пока она платит за кассеты, этот дед может приходить хоть каждый день. Прекрасный бизнес. Снимать клиентов скрытой камерой и продавать снимки тому, кто больше заплатит. Рано или поздно этот бизнес ее и убьет, если только пристрастие к Валькирину не сделает это раньше. Да, вот такие вот небольшие моменты повествования очень радуют. Хорошо, хоть в доме проститутки меня нашли потом. Опа, смотрите-ка. А вот и скрытая камера. Так давайте немножко побегаем. Следуем, может быть, что-то еще увидим. Пачка чипсиков каких-нибудь. Так, это вот отсюда мы вышли. Я хочу вернуться туда, где мы были. Изначально можно было пойти так. Ага, это был единственный путь, так что тут без вариантов. Видите. Теперь уже дверь это открылась. Старенький служебный лифт Громыхая опустился в недра гостиницы Люпина. Ага. 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 так вообще он нам типа туда я так понимаю здесь кого-то явно сжигали вещдок номер один газета мертвец привязанный к стулу лежал в бойлерной на полу орудиям убийства послужила бейсбольная бита она лежала здесь же в луже крови рядом с газетой раскрытой на страничке комиксов про капитана бейсбольную биту сохранимся у нас есть бейсбольная бита здесь нет замка есть сюда да наверно тяжело было проходить эту игру чем ребятам которые раньше не играли в игры с замедлением времени и так далее я наверно если бы не знал я бы постоянно забывал и пытался проходить ее как обычный шутер а это было бы гораздо сложнее ну да это было слишком очевидным так а этот эта дверь которая блин эту сторону снова не открывается значит у нас снова один путь да надо учиться сохраняться перед каждой комнатой как старые добрые времена и а 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 Коктейль молотый. 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 И слушающего, как его девочки говорят клиентам скобрязности и изображают оргазм. Сейчас здесь можно было услышать совсем другие стоны и восклицания. Босс, гоните. Это все Макс Пейн. Он пришел и перебил всех, как кроликов. Он пришил. Вы что, шутки шутите? Это один полудохлый коп. Лучше тебе сказать, что это шутка, понял? Прикончите его идиотой. Какого черта вы возитесь? Эй, алло, отвечайте кто-нибудь, алло. Слово было произнесено. И по нитям городской паутины понеслись новые распоряжения. На горизонте появилась угроза. Макс Пейн был на свободе. Сейчас бы, конечно, боезапасы к Ингрому не помешало подобрать. Слово. 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 Не выиграли. Не выиграли. Не выиграли. Не выиграли. Не выиграли. Не выиграли. Не известно, что я из полиции. Встретили меня фейерверком. Ручьи талой воды напоминали расплавленные золоты. Столб огня подбросил останки автомобиля в небо. Пламя отражалось от кузова черного Мерседеса, медленно и величаво выезжавшего на улицу. Казалось, что водители не волновали такие мелочи, как взрыв бомбы. Это был Владимир, глава местной русской группировки. Звон в моих ушах вызвала внезапно разразившаяся война между мафиозными кланами. Звон в моих ушах вызвали. Вот как. В соседней развалюхе разорвалась очередная бомба. Для меня это была приятная передышка. Бандиты были перепуганы, но даром, как известно, ничего не дается. Внутри мог тикать еще не один часовой механизм, а полиция наверняка уже спешила сюда. Апартаменты Джека Люпина были на последнем этаже. По крайней мере, они были там до взрыва. Так, очевидно, способом сюда не пробраться. Что за? Да. Это у нас старье еще. И почему-то мы не можем туда зайти. И сюда не можем зайти. Читать заголовки было не слишком приятно. Все они кричали о кровавом убийстве. Завыванию в юге вторили полицейским сиренам. Когда за тобой охотится мафия, а полиция разыскивает как убийцу, ничего кроме стона ты не услышишь. Угу. Подвал. Это было вообще как-то архитупо. Ну ладно. Я просто свалился. Не успех прожать шифт. Наверняка уже спешила сюда. Апартаменты Джека Люпина были на последнем этаже. По крайней мере, они были там до взрыва. Я не знаю, зачем я вообще сюда зашел, если здесь ничего нет. Странно. Там, конечно, наружу есть. Но я не знаю, как туда зайти. Может быть, это потом, начиная подниматься, я смогу туда зайти. Читать заголовки было не случайно. Все они кричали о крови. Я проклацываю, на всякий случай, все эти вещи, чтобы потом можно было, может быть, там перелистать это все, если вдруг захочется. Апартаменты Джека Люпина были на последнем этаже. По крайней мере, они были там до взрыва. Я думаю, может где-нибудь здесь есть аптека. Или что-то типа того. Мне бы сейчас пара бутылочек бы не помешала. Читать заголовки было не слишком. Все они кричали приятно. Может быть, в машине, кстати. Почему она заведена? Ну, видать таки нет. Сейчас придется самим собираться. Не без аптек. Так. Так. Ай! Ну, коктейль молотова. Даже много. Три штупицы вот нашел. Серьезное дело. Серьезное дело. Серьезное дело. Здание было просто нашпиговано взрывчаткой. И вот то самое чувство, когда я помню, долго я понимал, что нужно взорвать вот эти вот баллоны. Я буду не помню, в какой из них ход. Да. Так тоже. Здание было просто нашпиговано взрывчаткой. потому что для игр того времени это вообще небывалый ход и и и и и и и Это не шоу, нет? О, нет. Жалко, что двух дезертов глаз здесь нет. А кто его спрашивает? Меня зовут Альфред Уоттен. Полиция скоро будет здесь. Расскажите мне что-нибудь поновее. Они знают, что вы здесь. Откуда? Я с вами еще свяжусь. Полиция приехала. Сирены вещали диким диссонансом, как хор сумасшедших. У меня было несколько минут до того, как группа захвата закончит обычные предусмотренные инструкции действия. К тому времени, как они проникнут в здание, я должен был быть уже далеко. Макс Бэйн, это старший инспектор Джим Бравура. Бросайте оружие. Выходите с руками за головой. Ну, конечно. Путь загородила запертая дверь. Мне нужен был ключ. Кто-то оставил на прилавке письмо. Неожиданно все прояснилось. Гунь-Йити был верен себе. Побольше слов и поменьше дела. После этого дела у Русского осталось только несколько стволов. А их легко купить. У него теперь кишка тонка с нами связываться. Как выяснилось, с кишечником у Русского было все в порядке. Если на человека надавить, он отступает до определенной черты, а потом начинает давить на тебя. На полке лежал ключ. Стой! Блин. Вот, неожиданно, да. Так, это нам аж отсюда все повторять. Ну ладно. В принципе, мы помним, что здесь ничего нет. Здание было просто нашпиковано взрывчаткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Причем идея, кстати, замедления, если вы заметили, ребят, за время прохождения, в том, что во время замедления у меня нет перезарядки. Здесь мне не нужно перезаряжать СВО. На стене звонил. Путь заградила запертая дверь. Мне нужен был ключ. Кто-то оставил на прилавке. На полке лежал ключ. Неожиданно все прояснилось. Рокспейн, это последнее предупреждение. Что это все? Ого! у меня теперь есть гранаты подождите у меня есть два энгрэма это конечно не так сильно радует как хотелось но уже пристрелима Бомбы разрушили в здании Вселестницы. Другой путь в кабинет Люпина шел через крышу соседнего дома. Чтобы выбраться на крышу мне нужно было попасть в лифт который находился за этой дверью. Доставка пиццы. Значит мне нужен ключ идинор. Чёрт! Нет, не стреляй! Я не... Ты знаешь этих типов из прачечной? Я? Нет! Ну и зачем ты мне тогда нужен? Что? Нет! Спрашивай, конечно знаем. Тогда отведи меня туда. Сейчас, сейчас. Сейчас только я потом их соберу с обезболивающей, но это мне уже плохо. Смерть идет! Смерть идет! Смерть идет! Смерть идет! Смерть идет! Смерть сделать! Нет! Смерть идет! Давай! Впусти меня живо! Погоди я пароль! Да ладно тебе! Ну хорошо! Джон Ву! Ладно! Загадай! Это западняк! Это Бэй! Вот он где! Я периодически проверяю не появился для второй высоты был Дам Погоди! Это я открывай! Впусти меня живо! Погоди я пароль! Ну ладно тебе! Ну хорошо! Джон Ву! Ладно! Заходи! Это западняк! Это западняк! Ну давай! Впусти! Стреляющий человечек! Погоди! 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 Так! Должен быть вроде еще один мит! Похоже нет! Ну ладно! Ну ладно! Погоди! Погоди! В неприятной прийти! Погоди! Пап�! Погоди! 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 Сейчас. Среди опознанных жертв были обнаружены известные мафиози Джой и Вергилио Финита, а также Рико Муэрте, ранее разыскиваемый в связи с серией убийств в районе Чикаго. Полиция Нью-Йорка находится в состоянии полной боевой готовности. Словесный портрет Макса Пэйна разослан во все полицейские участки города. Старший инспектор Джим Бравура обещал принять все необходимые меры для поимки преступника. Какие именно меры, нам пока неизвестно. Кира Сильвер, специально для выпуска теленовостей, Нью-Йорк, Сиэн-Эн. Так. Собственно, вот мы на крыше. А, вот сюда. На этой неделе шоу-адрес низкий. Пристрели его! Я не хочу слезать. Это последний лес на земле, куда бы я хотел попасть. Атака, я прихожу сюда с новым словом. Это не я говорю с розовым фламинго. Это кто-то, кто повторяет меня доменчайшие детали во всем, кроме одного. Это отродье зла. Красный, синий или зеленый? Да, уж не повезло, ребятам. Слишком меня с собой убили. Слишком меня с собой убили. Это западня, это пейс! короче надо не забывать хилиться и не забывать сохраняться это у нас как-то да получается ребята так не очень красивенько но как вы помните ничего не снимаю за пределами и точнее ничего не прохожу за пределами съемки поэтому у нас с вами так сказать живое прохождение сейчас сегодня это не я говорю с рожевым фламинго это кто-то меня до мельчайшей детали во всем красный синий и так а почему сейчас он так оттуда я пришел там единственным двиг на это конечно мне подсказывает что здесь собственно есть босс винни гоните вот уж кого мне до смерти хотелось найти пейн ублюдок чертов я сам начал учуял что ты полиции задницу лижешь ты что тут о себе думаешь ты мусор поганой думал ты придешь сюда размахивай свои пушки гоните подтвердил я был для них чем-то вроде неуловимого мстителя да Субтитры сделал DimaTorzok На столе Гуньити письмо было адресовано Пунчинелло, но у Винни так и не хватило духу закончить его. Джек свихнулся. Недавно он пристрелил Дина, потому что хотел посмотреть, как его мозги размажутся по стенке. Он окончательно свихнулся, а у нас скоро закончатся люди и заглохнет бизнес. Гуньити до смерти боялся своего босса. Джек Люпино был безумцем. Измятое письмо. Так, ну здесь больше ничего нет. Винни Гуньити бежал. Впрочем, с пули в животе, из которой кровь лилась, как кетчуп из разбитой бутылки, далеко он убежать не мог. Он знал, где его босс. А я хотел покончить с Люпино раз и навсегда. Гуньити двигался быстро. Не знаю, как насчет ангелов, но у людей крылья вырастают от страха. Гуньити отправился на прогулку, и мне оставалось только последовать за ним. Это была уже вторая поездка на поезде за ночь. Судя по началу, она вряд ли могла быть приятнее первой. Ледяной ветер впивался в мое лицо лезвием бритвы, а где-то на заднем плане выли сирены. Город охотился за мной. Нью-Йорк несся мне навстречу. Водонапорные башни на крыше домов, мертвый лес антенн и каминных труб. Когда поезд Гуньити замедлил ход, он решился. Город так ну ладно так он спрыгнул куда-то, куда он спрыгнул? куда что ли? да какой близкий гад это Пейн, он спускается по лестнице, пристрелите этого ублюдка! окей босс, не беспокойтесь мы справляем, будет сделано первый пошел второй пошел третий пошел у меня правда уже не так хорошо с лекарством давай давай я буду справляться ах, что это не А, ну в принципе у нас здесь же и было получается, ну ладно Это Пейн, вас спускается по лестнице, пристрелите этому ублюдка Окей, босс, не беспокойтесь Без проблем, будет сделано А, ну ладно У меня на игру может 200 патронов не собиралось Ну, повоюем Хотя вообще, ребят, наверное, не повоюем Потому что время у нас уже, к сожалению, к концу подошло серии Поэтому мы сейчас с вами сохранимся Вот, я думаю, что на этом мы серию закончили В принципе, было довольно интересно События продолжают развиваться Заметьте, это все за одну ночь То есть, фактически, действия почти всей игры Я так понимаю, происходят За один и тот же день Ну, возможно, дальше будет как-то по-другому Увидим Ну, а на сегодня это все С вами был Иль Торн Напишите комментарии Оставляйте отзывы Задавайте вопросы И до следующей серии, ребят Я слишком устал, чтобы продолжать